Всем по-привету, мои дорогие зрители и подписчики! С вами, как всегда, Сладкоежка! И сегодня мы с вами посмотрим новейшую историю на пальцах от Мудренича. Называется она Cotton Gin. Хлопковая машина, рабство, гражданская война в США. Так что, ребят, всем я хочу пожелать приятного просмотра. Думаю, будет интересно. Cotton Gin – выдающееся событие в сфере американских технологий. Изобретение, которое подавало надежды на перемены и показало, как эти надежды могут быть разрушены. Когда Cotton Gin только появился, некоторые рабы думали, что эта машина облегчит им жизнь. Ничего себе, а как? Почему? Кто-то даже считал, что устройство вообще может привести к исчезновению рабства. Чтобы понять, почему Cotton Gin стал таким громким изобретением, нам нужно знать, как производили хлопок. Афроамериканцы... Ну его выращивали. Афроамериканцы, работавшие на хлопковых плантациях, были ответственны за его выращивание и сбор. Они работали под палящим солнцем, а также подвергались вербальным и физическим нападкам со стороны надсмотрщиков. А затем владельцы плантаций продавали урожай производителям одежды и текстиля. Но была одна проблема. Почему-то половина зрителей смотрит... Ха-ха-ха-ха. Мои видосы без подписки. Это реально проблема. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Да-да, вы, ребят, тоже на мой канал. Не забудьте подписаться. О-о-о, эти семена, это так запарно было. Ужас. Руки рабочих от такой задачи к концу дня трескались и кровоточили. И даже работая с утра до ночи под строгим надзором надсмотрщиков, постоянно размахивающих кнутами, один раб за день в среднем обрабатывал лишь полкилограмма хлопка. Но если засунуть эти же полкилограмма в Cotton Gin, устройство удалит семена за считанные минуты. Вы даже не успеете сыграть катку в мир кораблей. Это изобретение вывело американскую хлопковую индустрию на промышленный уровень буквально за одну ночь. Теперь два раба, используя Cotton Gin, могли обработать более 20 килограмм хлопка в день. Ничего себе, вот сравните, что вручную полкилограмма, да? А что с этой машиной 20 килограмм? С пространением устройства начался экономический бум. С ростом производственных мощностей возрос и спрос. Как раз в то же время, когда появился Cotton Gin, было совершено продвижение в области текстильного производства. А это означало, что фабрикам в Англии требовалось больше хлопка. Угадайте, откуда они его получали. Короче, с бумом экономики в южной части Америки произошел и бум рабства. До изобретения устройства многие в северной части Америки думали, что рабство со временем сойдет на нет. Так как считали это не только этической проблемой, но и неустойчивой бизнес-моделью. Ведь хлопок на деле не был настолько же прибыльным, как табак или сахар. Потому что, как выяснилось, содержание рабов обходилось дороже, чем стоимость урожая, который они производили. Но изобретение Cotton Gin изменило ситуацию. Благодаря этой машине, южные штаты Америки за 70 лет увеличили производство хлопка более чем в тысячу раз. Это было приблизительно 75%... Офигеть! ...мирового производства хлопка. Если вам кажется, что с этим устройством жизнь рабов стала легче, то вы ошибаетесь. Я когда-то историю делал, да, то задали такой вопрос, типа, какая страна изготавливает вот самое большое количество хлопка. И я по приколу вот выбрал США, и я не прогадал. Рабы стали гораздо ценнее для владельцев хлопковых плантаций. Поэтому владельцы табачных плантаций, желая сократить свои убытки, стали продавать рабов на хлопковые плантации. Это приводило к разделению их семей. Высокие доходы, получаемые благодаря рабскому труду, позволили владельцам плантаций строить роскошные дворцы, которые, к слову, тоже строились с использованием рабского труда. Коттенджин и способность этого устройства удовлетворять роскошный спрос заставила богачей начать играть по-крупному. Не только в плане порабощения людей, но и в плане порабощения окружающей среды. Массовое выращивание хлопка приводило к истощению почвы. И с появлением первых признаков такого истощения, владельцы плантаций расширяли хлопковую индустрию, а вместе с ней и рабство дальше на запад. И в то время, как хлопковые бароны становились все богаче, один человек богаче не стал. Элли Уитни, собственный изобретатель устройства. Он реально думал, что его машина приведет к отмене рабства, но вместе с тем он все равно хотел заработать денег на этом. Он думал, что сможет монополизировать рынок своим изобретением, однако его дизайн безжалостно скопировали и создали похожие устройства. Вот зараза! Витни оставил это без внимания и, подавая жалобы в суд, довел себя до банкротства. В конце концов, три штата все-таки выдали ему награду в 90 тысяч долларов. Ну хоть что-то, ё-моё! Но это была смешная сумма по сравнению с тем, что заработали владельцы хлопковых плантаций. Еще позже Уитни использовал свои практические знания в государственном контракте на производство 10 тысяч мушкетов в течение двух лет. Он выполнил проект за 10, но при этом Уитни стал первым в Америке, кто предложил концепцию сменных частей и стандартизацию массового производства, что было достаточно крупным вкладом в индустриализацию Америки. Уитни умер в 1825 году и не застал трагедию, когда... Не, ну памятник четкий, ребят. Вот реально он его заслужил. ...которую подпитало его изобретение. Южные штаты получали огромные доходы за счет производства хлопка. Многие владельцы плантаций занимали высокие посты в местных правительствах. Они всеми силами старались законодательно защитить свои хлопковые доходы. Им даже удалось не дать Аврааму Линкольну появиться на избирательных бюллетенях Южных Штатов, когда тот выдвигался в президенты в 1860 году. Когда Линкольна все же избрали 16-м президентом США без единого голоса со стороны Южных Штатов, владельцы плантаций использовали свое политическое влияние, чтобы заставить Южные Штаты выйти из состава США. Даже несмотря на то, что большинство белого населения не имело отношения к хлопку. Вот как оно. Но Южан все равно призывали поддерживать отделение и приближающуюся гражданскую войну. Просто потому, что северяне не должны приказывать им, что делать. Ну и обещали, что у них когда-нибудь тоже будут рабы. Помните старое высказывание? Благими на... Помним, помним. Мерениями вымощена дорога в ад. История Кот Анджина подходит к этому высказыванию. Конечно же мы не можем знать, что было бы, если бы Кот Анджин не изобрели. Или если бы его изобрели десятилетиями позже. Но очевидный урок в том, что прогресс... Больше бы рабства было, еще больше. Для одних часто приводит к обратному процессу для других. Особенно в случае свободного рынка, где приоритет имеет прибыль. Как часто нам продавали технологию, которая должна упростить всем жизнь. А как часто мы позже узнавали, что эта технология имеет ужасные последствия для работников, потребителей или окружающей среды. История Кот Анджина должна напоминать нам о том, что технология сама по себе не может привести к справедливости и равенству. Эта работа все еще лежит на наших плечах. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, не забудьте поставить ролику лайк и подписаться на канал. Все уже сделано. И по ссылкам в описании подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там каждый день публикуются мемы по моим роликам и продаются мои настольные игры. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данной истории на пальцах. История, как обычно, получилась четкой, познавательной и интересной. Мне очень понравилось. Каждый пишите свое мнение в комментарии насчет данной истории на пальцах и мнение насчет моей реакции. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем от души огромное спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Сладкоешка. Всем удачи и всем пока-пока-пока-пока.